Ребята, всем доброе утро! Ой, я, короче, не включала камеру, простите меня. Но мы уже в пути, в дороге. В общем, что получается, выезжали мы вчера с утра от мамы. У меня не было настроения, так как я ехала домой, так как отпуск закончился. И мне вообще-вообще-вообще не хотелось ничего снимать. Я не знаю, у меня было... Ну, не знаю, было грустно, ничего не хотелось. В общем, мы вчера выехали в 7... А, нет, в 7, да? В 7. Мы вчера выехали в 7, в начале 8 до утра. И, получается, проехали мы до 2 часов ночи. Тяжело было, но еще то, что почему-то так это поздно. Мы гостиницу не могли под конец найти. Мы проехали, получается, 3 гостиницы. Во всех трех, короче, гостиницах. Не было свободных номеров. И вот это вот уже, получается, четвертая гостиница, в которой мы остановились переночевать. И... Ну, вот, в которой мы нашли свободные номеры. До этого просто, ну, ехали. В итоге до 2 ночи. Тяжело, конечно. Вообще, планировали сегодня, ну, как бы вот на вторые сутки, встать пораньше и отправиться в дорогу. Ну, как пораньше, ну, хотя бы тоже в 7 выехать. Ну, так как мы вчера в третьем часу ночи только легли спать. Естественно, мы даже не стали заводить будильник на 7 утра. В итоге время 9. Начало 10. Уже, как бы, наверное, не полдесятого, да? Саша, я у тебя спрашиваю. Время, в общем, 9 утра. По-моему, 9.25. Ну, я ж так и говорю. Я ж тебе говорю. В общем, время уже полдесятого утра. Мы только собираемся выезжать. Мы только встали. Мы встали, там, я не знаю, полдевятого, наверное. Но это просто нереально. В третьем часу лечь спать и, блин, встать опять в 6 утра. Это вообще, я не знаю, какой должен быть сила выдержки организм. Так что все, мы едем дальше. Вторые сутки в пути. Мы полны силы и энергии. Что, давайте я вам мельком-мельком пробежусь, покажу съемку, покажу номер, который мы снимали. И отправляемся в путь-дорогу. Ну, мы уже тут, конечно, поспали. Кровать разобрана. В общем, что, заходишь, столик, телевизор. Здесь кровать, тумба. Шкаф, тумбочка, холодильник или это сейф? Что это? Холодильник. Так, холодильник. Окно. Ну, и тут все. Все, в принципе, стандартно. Санузел, душевая кабина и там раковина. У меня во время моего отпуска у вас, у зрителей было очень-очень много ко мне вопросов. Очень много вопросов было по поводу придорожных гостиниц, кафе, по поводу самого отпуска. Очень много вопросов задавали, там, и относительно моих родственников, и относительно моих друзей, ну, за ту же свету. Очень много, что писали, спрашивали. Я вам всем обещаю, что по приезду я сниму отдельный ролик с ответами на ваши вопросы. Я не стала отвечать, как бы, во время влогов, ну, пока мы были в отпуске на ваши вопросы, потому что не хотелось, ну, как бы, отпускные видео, так скажем, заполнять вот этими вот болталками, вот этим вот всем. Хотелось просто показывать отдых. Отдых закончился, по возвращению домой, обещаю, что выпишу все ваши вопросы, которые вы мне писали, ну, в течение вот этого отпуска, и постараюсь на все ответить. Ребят, мы, как всегда, едем 20 километров в час. Дорога вся разбитая, вся разбитая, вся в ямках, в колеях. Вот у нас километраж. 20 километров в час. Здорово. Мы за вчера, получается, проехали полторы тысячи километров, и вот 1400 километров мы проехали, ну, вот, в течение дня. Из 100 километров, вот последний вот участок был, 110 километров до гостиницы, мы ехали 4 часа, ребят. 4 часа. Были участки, где мы ехали просто 8 километров в час. Это был просто, там такие ямы были. И вот сейчас опять заехали на такой участок, тут вообще просто яма на яме, яма на яме, и мы едем 18 километров в час. Это, короче, вообще, я не знаю, какой протяженностью этот участок будет. Если тоже больше 100 километров, то это печально. Это сейчас 4-5 часов будем ехать вот этот вот участок, представляете? Ну, это вообще. Туда ехали, получше были участки, конечно, разбитой дороги, но было получше в том плане, что практически везде был снег. То есть, где какие ямки, он был заметен снегом, эти ямки были заметены, и они замерзли. И то есть, ты ехал более-менее ровно. А сейчас обратно едем, тут во многих, во многих участках, во многих областях потепление, и асфальт растаял. И в связи с тем, что асфальт растаял, все эти ямы повылазили просто. Снег растаял, асфальт. Ой, да, снег растаял. И унес с собой асфальт. Вот, Саша говорит, снег растаял и унес с собой асфальт. Ну, печально, печально, ребят, так ехать вообще. Оно так-то тяжело даже, да? Ну, как бы, вот, в общем, за день проехать полторы тысячи километров. Оно, в принципе, тяжело, то что ты целый день вот так вот в дороге. Но когда ты еще из этих полторы тысячи, я говорю, сто там с чем-то километров едешь, восемь километров в час, это вообще печально. Ну, и, в принципе, физически тяжело, когда тебя вот так вот без конца трясет, как в тракторе. Тоже, как бы, знаете, мало приятного. Когда ты по ровному асфальту едешь, так как, ну, не знаю, как по маслу. А тут, блин, весь трясешься. Саша вчера уже такой говорит, у меня сейчас позвоночник осыпется вниз. Твой телефон звонит. Ребят, давайте попозже к вам вернусь. Алло. Мы остановились в кафе покушать. Я себе заказала жаркое в горшочке. Саша тоже себе заказал жаркое в горшочке. И Саша еще себе заказал борщ. Саша, приятного аппетита. Спасибо. Вот. И чай заказали, чай еще не принесли. Мы садимся кушать. Что, сколько мы уже проехали, Саша? Не знаешь? Мало. Почему мало? Было в километрах 600, наверное. 600 километров проехали. Еще впереди у нас на сегодня, ну, по планам, 400, да? Еще вот 400. Мы хотим до Перми доехать и в Перми остановиться. Ну, конечно, посмотрим, как дорога будет. Успеем, успеем, не успеем, не успеем. В общем, мы садимся кушать. И всем, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Ой, все, ребят, мы приехали. Мы добрались до Перми, сняли гостиницу. Ой, что, давайте я вам быстро покажу, что из себя представляет наш номер. И поделюсь с вами кое-какой новостью. В общем, заходишь, получается, здесь шкаф. Здесь все, как всегда, ну, унитаз, душ, раковина. Так, и далее получается столик небольшой, телевизор, односпальная кровать и двуспальная кровать. Все, как всегда, простенько, чистенько, аккуратненько. Ребят, что за новость? У меня, у моего Саши сегодня день рождения. Сегодня 21 февраля. Моему Саше исполнилось 32 года. Он у меня именинник. Саша. Вот он, мой именинник, уставший, уставший с дороги, с утра до ночи ехал, бедолашка за рулем. Я не знаю, когда вы увидите это видео, потому что выложить я его смогу только лишь тогда, когда смонтирую и когда у меня будет доступ к интернету. Ну, то есть, соответственно, когда мы уже доберемся до дома. Только тогда я смогу вам его выложить. Поэтому, возможно, вы, конечно, его... Ну, скорее, невозможно, а увидите вы это видео явно не 21 февраля. Но все же, что хочется сказать. Мы были в большом-большом шоке, потому что мы ехали сегодня. И я заходила периодически, была связь, ну, в некоторых местах, когда в какую-то область заезжали. И я с телефона заходила на свой канал, и мне некоторые подписчики писали поздравления с днём рождения моего мужа. Это было так приятно, спасибо вам огромное. Я зачитывала Саше, ну, мы ехали в машине, я Саше зачитываю, говорю, Саша, тебя поздравляю с днём рождения. Он такой говорит, передай им, что от меня огромное спасибо. Я прям писала, ну, этим зрителям, что огромное спасибо от Саше. Это было очень-очень-очень приятно. Да, я помню, что я в каком-то видео отвечала на ваши вопросы, и там спрашивали, сколько мне лет. И я говорила, сколько мне лет, сколько мужу, и называла наши даты рождения. Но я не думала, что кто-то запомнит. И 21 февраля будет писать сообщение, будет поздравлять моего мужа с днём рождения. Это было очень-очень-очень приятно. Спасибо вам огромное. Саша, ты-то хоть скажешь сам спасибо, именинник. Спасибо большое за поздравления. Очень приятно. Но он уставший. Вот. Почему мы в дороге в его день рождения? У нас был выбор, получается. Либо мы остаёмся у мамы, отмечаем Сашину день рождения и выезжаем 23 февраля. Ну, то есть, естественно, 22-го надо было отлежаться, чтобы не было перегара, чтобы ехать в дорогу. И 23 февраля выезжать. Но если бы мы выехали так поздно, то, получается, мы приехали бы, ну, практически впритык перед Сашиной работой. Грубо говоря, приехали, я не знаю, разделись и разулись, и Саше надо переодеваться в рабочку и идти на работу. Представьте, с такой дальней дороги, вообще без отдыха, без малейшего чего-то, сразу выходить на работу, это очень-очень тяжело. И мы решили, что лучше мы выйдем чуть раньше, и в итоге Сашин день рождения встретим в дороге. Ну, проведём в дороге, не встретим, а проведём в дороге. Но зато по приезду у нас будет хотя бы несколько дней в запасе перед выходом на работу, чтобы можно было с такой дальней дороги отдохнуть. И день рождения будем отмечать по приезду дома. Ну, я не знаю, мы собираемся как-нибудь скромненько посидеть, возможно, шашлыки пожарим, посмотрим, видно будет, ещё какое состояние будет, и что там скажут насчёт работы. Ну, а сегодня что? Вторые сутки в пути пройдены. Мы уже преодолели сегодня сколько? Тысячу километров преодолели? Да, сегодня самая погодная дорога была. Да, тысячу километров мы проехали, Саша говорит, дорога была очень плохая, поэтому, ну, практически не разгонялись, очень разбитая дорога. Ну, будем надеяться, что на следующие сутки мы проедем весь оставшийся путь. То есть, если мы сюда ехали, ты сказать что-то хотела? Ну, и времени у нас сегодня получилось минус два часа. Да, время минус два часа. Время уехало было шесть вечера, а потом, хоп, сразу восемь встало. Вставать-то нам потом завтра утром по-новому, поэтому как бы... Да, у нас поменялось время, то есть мы теперь не на московском времени, а на нашем северном. И мы планируем за завтра доехать, правильно, Саша? Ну, да, мы завтра доедем, доехали, там посмотрим. В общем, как бы в мечтах, в мечтах, ну, конечно, будем смотреть по факту, но в мечтах в обратную дорогу добраться за трое суток. То есть, если до мамы мы ехали, ну, на четвертые сутки только прибыли к маме, то обратно хотим за трое, потому что у нас еще, видите, мы когда ехали до мамы, у нас было несколько остановок в разных городах, мы то машину на сто загоняли, то просто ходили по магазинам подарки, покупали, ну, сестренки, маме и так далее. То есть, на это все уходило время. А сейчас мы просто едем, то есть мы практически нигде не останавливаемся, мы останавливаемся максимум покушать, поэтому думаем, что тем самым сократим немножечко время, но опять же, лишь бы не подвела дорога, потому что если опять будут участки с супер разбитым асфальтом, конечно, сильно далеко не уедешь. Что, нам приятного отмечания день рождения. Что у нас, с чем мы встречаем Сашин день рождения? Что мы взяли отметить его день рождения? У нас три баночки пива, две баночки Саши, одна баночка мне, и мы купили себе четыре чебурека, два мне, два Саши. Это наш праздничный стол на сегодня. Саша, с днем рождения! Тут получается кафе, ну, сейчас время уже поздно, первый час ночи, кафе уже закрыто, толком ничего нету, ну, можно было только пирожки купить. Мы говорим, ну, давайте хоть пирожок, хоть что-то как-то, не хочется просто сразу принять душ и ложиться спать, хоть чуть-чуть хочется, ну, я не знаю, сейчас хотя бы полчасика посидим. Как говорится, немножечко встретим Сашин день рождения и ложимся отдыхать, завтра опять в дорогу. Ну, а вам всем пока-пока!